друзья всем привет на связи паша клымок и это видео довольно необычного формата потому что как вы знаете на данном канале мы чаще обсуждаем моноколеса экстрим и все остальное но этот видос этот видос я надеюсь возможно даже уверен что поможет тем людям которые двигаются в ногу со временем потому что прошли те времена когда многие пользовались стиральными машинками когда нужно было загружать вещи набирать воду вручную таскать с колодцев на и мы им на замену пришли обычные стиральные машинки автомат куда загрузили вещи все это дело постиралась а возможно даже высушилась сегодня речь пойдет о аккумуляторном пылесосе samsung 70 серии я постараюсь как обычный пользователь обычный человек который точно так же как и вы все не любит убирать не любит часто это делать постараюсь обычными словами передать донести до вас информацию стоит ли покупать этот пылесос не стоит если стоит то почему и какие плюсы и минусы я мы нашли за месяц использования этого чудо девайса человеческой мысли и начнем мы наверное с коробки хотя бы банально понимать а что там есть сразу отмечу что в данной модели то есть 70 серии на рынке представлены два варианта данного пылесоса с разной комплектацией этот вариант да этот вариант он более бюджетные на сегодняшний день на рынке украины он стоит 9000 гривен есть 12 с половиной чуть более внушительной комплектации как вы видите коробочка выглядит вот так вот осталось от нее рожки-доножки чистые кулечки а все почему а все что вот это все дело крепится на базу так называемую базу в эту же базу я чуть дальше покажу вставляется аккумулятор или отдельно если вы хотите не хотите вешать на стену да допустим положили на стол под стол и просто с пылесоса снимать аккумулятор разряжайте подключение в розетку и вот собственно вот эти вот две щеточки которые ранее лежали в коробочке как и в любом другом девайсе гаджете автомобиль пылесос важны немаловажно характеристики бегло пройдусь по характеристикам мы имеем тут сухой тип уборки да то есть это без тряпок без влажной уборки мы имеем тут хепа фильтр мощность потребляемая 410 ватт не путайте это с мощностью всасывания мощность всасывания даст сама мощность сосны 150 ватт емкость аккумулятора ту 1800 миллиампер часов емкость пылесборника сверху да вот этот бочка 0 8 литра почти один литр что у нас есть еще продолжительность зарядки с нуля три с половиной часа с количества степеней фильтрации то есть воздух прогоняется и выходит наружу 5 легой регулятор на ручке мощности есть и есть еще у нас показатель уровня шума 86 децибел масса около где-то двух с половиной килограмм но честно говоря я почти не чувствую то есть я бы сказал что там один килограмм и все размеры примерные примерные размеры там метр где-то он высоту метр 15 на там не знаю по ширине как мерить там 20 сантиметров и так значит двигаемся сверху вниз сверху у нас ручка да то есть вот я держу этот пылесос вот таким образом сверху у нас ручка под большим пальцем у нас включение и при включении при включении сразу идет индикация на вот небольшом экране автоматом включается средний режим мощность до средняя мощность нет я могу переключать меньше и больше так там же на экране идет индикация если вдруг забилась забила щетка или забилась труба это все дело отображается то есть щетка перестает крутиться и вас об этом пылесос информирует тут же у нас есть аккумулятор аккумулятор выщелкивается да вот просто нажатием и выдвигается все максимально просто небольшой аккумулятор вот по сравнению допустим да вот с моей рукой тоненький точно также обратно аккумулятор вставляется в пазы защелкнули все аккумулятор готов если говорить про сам пылесос то он выглядит вот таким образом вот как пистолет звездных войнах все остальное это уже опции которые вы можете добавлять вы можете на вот эту вот рукоять без удлиненной трубы допустим просто взять как вариант и прицепить вот таким образом счет в каких случаях это будет актуально ну допустим если вы хотите в машине пропылесосить или в каких-то небольших помещениях отцепляется все точно также нажатием с ней и вытащили не значит и щеточки которые у нас висели до в коридоре вот у нас первая щетка первая щетка вот так вот она выглядит цепляется точно так же если нужно жестко что-то да жестко то ворс у нас ниже чем пластик и мы пластиком допустим можем диван там ли какие-то вещи более мягкие тянуть если нам нужен только ворс ну например картины какие-то да там пропылесосить то мы отщелкиваем сдвигаем и вот такая вот у нас получается штука то есть это для мягкого какого-то для мягкой уборки то же самое вот у нас есть отдельная труба для щелей вот в таком виде она ее можно удлинить защелкнули удлинили очень удобно пылесосить ей опять же в диванах в каких-то углах в квартире в плинтус и доставать за шкафами в те дыры куда обычная щетка не влезет все это дело точно также защелкнули и пошли пылесосить сняли защелкнули другую и пошли пылесосить единственное отличие что если вы присмотритесь если вы присмотритесь то вы увидите вот тут вот контакты это конты и у основной turbo щетки в основной turbo щетка как раз вот эти вот контакт и вот тут они выступают то есть от двигателя от аккумулятора передаётся или передается электричество на вот эту вот щетку и И как раз эта щетка, это реальная находка для всех людей, которые хотят более качественную уборку. До этого пылесоса я как-то даже не обращал, честно говоря, внимания на турбощетки. Ну, турбощетка, зачем она нужна? Но после того, как почитал об этом, плюсы, минусы, да, она стоит чуть дороже, даже если просто в комплектом отдельно покупать. Но она дает свой результат. В чем фишка? Фишка в том, что на эту щетку подается электричество. И вот этот валик, вот этот валик, он дополнительно начинает вращаться. То есть это, знаете, как роботы-пылесосы, которые просто двигаются, а под ними щеточки сами принудительно вращают, направляя весь мусор, грязь, там какие-то рис, крупу, в отсек, в дырку для всасывания. Точно так же и тут. То есть вам не нужно прямо самим водить. Вы просто можете двигать эту щетку по полу, по ковру. Она сама будет, так сказать, вбивать, выбивать из поверхности и направлять всю грязь вот в отверстие для всасывания. Очень крутая, на самом деле, вещь. Если не пользовались, обязательно почитайте, посмотрите. Как часто, скажите мне, сталкиваетесь с волосами, которые наматываются на щетку? Это какой-то, это какой-то ахтунг. Особенно если у вас, у вас длинные волосы, или у вашей супруги, или у вашей кошки с собакой. Все это дело наматывается тут, и можно часами просто сидеть и выколупывать это все дело. Одним нажатием я нажимаю, вытаскиваю эту щеточку. Все, что нужно, срезаю, снимаю и щетку вставляю обратно. В принципе, вот даже чисто этой одной турбощетки хватает более чем с головой. Еще я пользуюсь вот этой вот, вот этой байдой для доступа в те места, куда, в принципе, щетка не подлезет. Ну, это, не знаю, один раз пользовался. Переходим в среднюю часть нашего пылесоса. Это вот основная труба, да, она где-то примерно длиной, ну, не знаю, вот посмотрите, в сравнении с электрочайником, ну, в сантиметрах, наверное, не знаю, 80. Как я уже сказал, тут есть контакты, да, контакты, которые подключаются в основной блок. И через эти контакты, тоже до щелчка, передают в основную турбощетку все это вот от аккумулятора. Вот так вот оно выглядит. Друзья, что основное для мужиков в пылесосе, что основное для девушек в пылесосе? Я думаю, это первое, вес, второе, мощность и третье, то, насколько вам не лень его доставать. Давайте теперь сделаем следующее. Я очищаю блок, но, в принципе, он вот, если вы посмотрите, да, против света, он чистый. Тут буквально на самом-самом дне пару ворсинок. Я сейчас пройдусь по двухкомнатной квартире. Отмечу, что у нас есть кошка, но не длинношерстная и есть ребенок, поэтому актуальность уборки, ну, если не каждый день, то, если не по несколько раз в день, то хотя бы раз в день она как бы есть. Если вы даже вот обратите внимание, в принципе, да, в принципе, вот кухня, она чистая, чистая, убранная. Но вот для вас специально я сейчас пройдусь, и вы посмотрите, сколько накопилось за 10 минут уборки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимается контейнер в одно нажатие, то есть вот я нажимаю на кнопочку, нажал, все, не нужно ничего ломать. Вот сколько мусора, да, сколько мусора набрал пылесос в квартире, в которой нет ни одного ковра. И это за период со вчерашнего, со вчерашней уборки. То есть я пылесосил сейчас без фанатизма, без вот просто чисто пройтись, показать, что даже в чистой квартире всегда есть что убирать. Я беру, поворачиваю, открываю и высыпаю. Ставлю, поворачиваю обратно. Все. Что касается системы фильтрации, почему именно на этой модели я обратил, остановил свое внимание, потому что в отличие от вот этих фильтров, честно говоря, не знаю, не специалист, как они называются, которые вот похожи на бумажки. В этом фильтре, и которые якобы нельзя мыть, нельзя стирать, их нужно покупать новые, в этом фильтре вся система фильтрации вот у вас перед глазами. То есть вы можете просто взять вот этот фильтр, вытащить, промыть под проточной водой и все. И это точно так же промываете. Не нужно никогда ничего для новой докупать. Ставите обратно в колбу. Закрываете. Что касается установки самого пылесоса, да, то есть вот вы берете, подносите пылесос и аккумулятором, ну, отсеком, да, аккумулятором вы просто ставите. У вас загораются индикаторы. Видите, сейчас я пропылесосил, и он идет зарядка. Три деления это максимум, одно деление минимум, и вот сейчас у нас мигает второе деление. Если нужно пропылесосить, достали, включили. Все, пропылесосили, поставили обратно. И напоследок, собственно, то, наверное, ради чего вы смотрели это видео, плюсы и минусы. Плюсы и минусы этого пылесоса от человека, который точно так же, как и вы, не любит пылесосить. Значит, начнем, наверное, с плюсов, потому что их намного больше. Основной плюс, который мне нравится, да, это то, что я могу взять его, включить и поставить на место менее чем за 5 секунд. То есть, если раньше, к примеру, да, я где-то что-то там рассыпал, или просто вот летом бывает какой-то тополиный пух, там, или еще что-то там, какая-то паутина где-то образовалась, селили с улицы во время проветривания налетела, то раньше, ну, честно, мне было настолько лень доставать пылесос, вытягивать этот шнур, включать в розетку, пристыковывать все эти швабры к нему, все эти шланги, потому что если хочется, чтобы он компактно был в тумбочке, то это все нужно каждый раз разбирать. Пропылесосил в одном месте, переходите в другое, шнура не хватает, все это дело путается, вы развернуться не можете, шланг перекручивается, вы вокруг оси точно так же начинаете крутиться для того, чтобы шланг вернулся обратно. Я заведомо специально не показывал каких-то тестов рассыпанного риса или гречки, потому что, на мой взгляд, это все очень примитивно, любую гречку, любой рис можно пропылесосить одним и тем же пылесосом так, что оно все запылесосит, и можно пропылесосить так, что оно ничего не запылесосит. Второй плюс, второй плюс это маневренность. Маневренность насадки, я думаю, что в видео моей небольшой уборки вы сами видели, насадка, она подлазит в любой почти угол, любым своим поворотом. Именно маневренность чуть ли не на 360 градусов вот этой вот самой насадки, она довольно-таки часто спасает. Третий плюс, это разборные соединения. Разборные соединения, то есть вы можете снять основную трубу, поставить для уборки автомобиля какую-то более мелкую, и у вас получится в пол локтя небольшой такой миниатюрный пылесос. То есть разборные соединения, это тоже плюс. Четвертый плюс, это индикация мощности. То есть несмотря на соотношение цены и качества, уже в этой модели, в 70 серии, есть индикация на самом экранчике. То есть кроме мощности, средняя, максимальная, минимальная, там еще ошибки высвечиваются. Ошибка забитая трубы, да, если у вас какой-то кусок там кости попал. Ошибка остановки вращения турбощетки. То есть если вы где-то, да, там, не знаю, полиэтилен какой-то засосали, она остановится автоматически. Довольно удобно, это пятый, да, плюс или шестой, уже я даже запутался. Под большим указательным, под большим пальцем руки, когда вы держите пылесос, очень удобно переключать быстро. Потому что я встречал такие модели, читал про такие модели перед выбором, где это делается как-то очень немного странно. Нужно сначала дотянуться, включить, а потом уже пылесосить. Следующее удобство, это съемный аккумулятор и возможность его зарядки отдельно на базовой станции без пылесоса. То есть вы сняли, если вы не хотите вешать эту трубу никуда, этот аккумуляторный пылесос, как у нас было, ну, наверное, дней 5. Мы просто включали базовую станцию вот эту в розетку, туда вставляли аккумулятор, он заряжался, потом вставляли его в пылесос, когда нужно пропылесосить. Следующий плюс, это контейнер, который по меркам таких аккумуляторных пылесосов, он относительно большой, да, 0.8. То есть бывает и 0.3, и 0.4, и 0.5, он относительно большой, но, на мой взгляд, его можно было бы сделать, наверное, меньше. Потому что ни разу не было такого, что он забивался полностью. Ну, возможно, если вы не будете, если вы будете убирать раз в 2 недели, там, или раз в месяц, да, возможно, он забьется намного больше. Следующий плюс, это легкость его, да, 2.5 килограмма, я лично не ощущаю, даже если я работаю, все это убираю одной рукой. Потому что тоже в отзывах я читал о том, что у некоторых девушек, особенно женщин, начинают кисти болять, потому что пылесос там очень тяжелый. Следующий плюс, ну, тут уже мы, может быть, наверное, даже переходим к минусам. Следующий плюс, это три режима мощности. То есть на минимальном режиме, на максимальном и на среднем. По умолчанию средний режим автоматом включается, и вы на нем пылесосите. Я думаю, что вам всем понятно, что часть энергии идет не только на всасывание, да, на всасывание самого пылесоса, но и на вращение вот этого барабана турбощет. Я о том, что если вы снимаете, допустим, турбощетку и ставите одну из двух насадок в комплекте, которые шли, на которые не дается подача электричества, то ваш пылесос проработает дольше. То есть турбощетка сжирает энергию аккумулятора тоже довольно-таки неплохо. Еще один плюс, это, собственно, сама турбощетка, о которой я в самом начале вам рассказывал. Если есть возможность выбора аккумуляторного пылесоса с обычной щеткой и с турбощеткой, ну, я бы рекомендовал, наверное, как человек, который с этой турбощеткой столкнулся, наверное, месяц назад впервые, я бы рекомендовал именно с турбощеткой, которая дополнительно вращает, как в роботах-пылесосах, всю эту пыль засасывает, по сути, сама, загладка. Отмечу, что в разных режимах вашего аккумулятора хватит на разное количество времени. То есть при минимальном режиме, конкретно в этой модели, при минимальном режиме ваш пылесос проработает с турбощеткой около примерно 40 минут. Этот режим, на мой взгляд, подходит, ну, допустим, для кафеля, для плитки, для паркета, то есть там, где, ну, по сути, знаете, как сдуть надо, да, сдуть пыль и всосать это все. Средний режим, он уже подходит, в принципе, для всего, включая и ковры, включая и диваны, и все остальное. И какие-то, допустим, щели, какие-то щели в диване, там, плинтуса, какие-то сложные места, или если вы хотите вот разово почистить весь ваш ковер, то включаете турбо режим с турбощеткой, но тогда мощности аккумулятора и длительности работы пылесоса у вас хватит, ну, наверное, минут 5-7 минут где-то. Еще раз, в минимальном режиме 40 минут плюс-минус, в среднем режиме около 12 минут, 12-15, и в самом мощном режиме около 5-7 минут. Понятное дело, что в мощном режиме вы не будете всю квартиру стирать, поэтому в среднем режиме 15 минут, ну, в принципе, вот мне для данного ролика хватило, ну, около 9 минут. При этом у меня оставалось еще где-то половина заряда аккумулятора, то есть у меня только-только начал мигать второй индикатор. Теперь давайте пройдемся по минусам, которые я встречал при выборе этого пылесоса на разных сайтах, в разных отзывах. Первый минус, который со временем бросается в глаза, хотя тоже дело такое на любителя, это цвет. Если вы присмотритесь, то сама щетка, да, вот эта вот турбощетка, она белого цвета. Две другие насадки, они тоже белого цвета. Сама труба, она такого металлического цвета, металлического цвета вплоть до самого верха. И уже в самом верху сама рукоять, да, вместе с аккумулятором, она тоже белого цвета. Ну, это немного странное. Может быть, это дизайнерский такой подход, дизайнерская мысль. Ну, щетку вместе с трубой, мне кажется, можно было бы сделать и одного цвета. С вашего разрешения я подсмотрю в телефон, какие негативы еще люди озвучивали. И один из негативов был, отрицательный отзыв, да, был о том, что вот писал человек, что ковер толком не тянет. Если у вас нет ковров, то в смысле покупать пылесос за такие деньги нулевой. Ну, проще взять веник и шваброй пройтись, толку будет больше. Я не соглашусь по двум причинам. Первая причина. Ковер тянет. То есть, вплоть до того, что когда я включаю максимальный режим, он так тянет ковер, что я переключаю режим на средний. Мне не нужен настолько мощный режим, чтобы вытягивать с ковра там недры. Проще взять веник и шваброй пройтись, толку будет больше. Ну, друзья, ну это из формата, знаете, а почему люди ездят на лифте, а не ходят пешком, да. Здоровее ж будете. На сегодняшний день, на сегодняшний день основной ресурс, который самый ценный и самый важный, это время. Время не восполняется. И поэтому, если у вас есть возможность сэкономить 1-2-3 минуты времени от мытья посуды, если за вас это сделает посудомойка, то окей, пользуйтесь этим. Потратьте лучше эту 1-2-3 минуты полчаса на друзей, семью, на свое хобби или на свои дела или рабочие моменты. Пусть машинка посудомоечная сама стирает. Точно так же и швабра и веник, как говорит вот этот вот автор этого отзыва. Швабра и веник, ну слушайте, ну чтобы шваброй пройтись, это нужно ее найти, это нужно ее достать. Это нужно набрать ведро воды, это нужно швабру эту размочить. Следующий отзыв, человек пишет, что минимальная мощность в этом пылесосе для галочки. Средняя мощность можно комки шерсти собрать, максимальная бестолковая, так как садит батарею в несколько минут. Я уже озвучил и повторюсь, что на минимальной мощности, в принципе, вот в нашей квартире, где мы пока что убрали все ковры, на минимальной мощности можно убирать почти везде. Летом, скорее всего, да, я так предвижу, что на минимальной мощности можно пылесосить весь этот тополиный пух, всю шерсть от котов и от собак, оно всасывает нормально. Хлипкие соединения. Присмотритесь. Вот в таком виде, да, вот я беру пылесос, ну почти не видно, да, что какие-то тут соединения хлипкие, нехлипкие, то есть все, в принципе, четенько. Но, если я действительно начну рукой тут дергать, поднимать и что-то вот отсоединять, да, то, ну, еле-еле видно вот, что где-то, где-то какой-то зазор есть. Но это если я беру на излом. Но, опять же, труба, труба держится жестко, четко до того момента, пока я ее сам принудительно не сниму. Ну, поэтому про хлипкие соединения я бы, ну, наверное, поспорил, немного поспорил. И это только в этом месте. Допустим, вот в этом месте тут все четко, никаких изломов, никаких щелей. Вот я двумя руками вам дергаю, ничего, все нормально, все отлично. Следующий минус, который, опять же, в отзывах я встречал, человек писал про турбощетку. Турбощетка довольно слабая, на ковре практически останавливается. Нужно следить за этим, сильно не давить, не нагружать или жить ей, скорее всего, недолго. Не соглашусь, потому что ковры именно этой турбощеткой у меня хорошо, отлично получалось пылесосить. Возможно, у человека ковры с длинным ворсом, ну, вплоть до 10 сантиметров. Тогда да, но тогда это как бы проблема не только турбощетки, а это проблема обычных пылесосов. Пропылесосить такие ковры, мне кажется, легче зимой на снег его вытащить. И там просто по старинке всю эту грязь выбить. Один из минусов, который тоже я встречал перед покупкой, это якобы ненадежные крепления. Но по факту, я не знаю, может быть, люди не умеют ими пользоваться. Но что значит ненадежное крепление? Вот висит вот эта вот штуковина, прикручена саморезами в дерево. Если в стену, то вам нужны дюбели. Одним нажатием пальца вы снимаете и точно так же без каких-либо нажатий до щелчка ставите на место. Одним нажатием пальца вы снимаете без каких-либо усилий точно так же на место. Ну да, оно чуть-чуть как бы болтается, но это пластик, то есть это ж не бетон, поэтому все четко. Самое неприятное это треснула прозрачная колба мусоросборника в том месте, где прорезь замка. Теперь отсоединить колбу достаточно сложно, там образуется перекос, и колба клинит, отсоединяется, отсоединяться не хочет. Почему треснула? Да потому что в том месте есть судьба треснуть. Такой тоненький хрупкий пластик на месте замка рано или поздно обязан был треснуть. Этот узел явный косяк производителя. Я вначале не понял, о чем он говорит, потом я начал разбирать этот пылесос, смотреть, о чем он говорит в этой колбе. Вот в этом месте, когда мы именно снимаем фильтры, видите, вот прорезь. Вот я вам под углом покажу, вот сверху вот эта вот прорезь. То есть вот этот пластик, вот этот кусочек, у него видимо треснул. Но я думаю, что знаете, сила есть, ума не надо. Чтобы он треснул, это нужно приложить такие усилия. Вот наша прорезь, если вы видите, да. Все. Просто, видимо, человек, наверное, тянул просто вверх. Нужно вначале отсоединить, повернуть, и оно как по, ну как гайка, да, как гайка по резьбе. Оно открывается и сама, в принципе, снимается эта крышка. За полгода использования пожелтел пластик. Пластик на ручке именно, на белой ручке, на верхней. Для меня это как для перфекциониста, это беда. Я не знаю, не готов ответить, потому что мы ставим этот пылесос не на солнце, а пожелтеть в какой-то кладовке или в каком-то месте, где нет прямых солнечных лучей. Маловероятно. Возможно, потом специально отдельно сниму, спустя энное количество времени, снова, повторно, на этот пылесос некий обзор. Основной минус, который волнует всех вас, я более чем уверен, это длительность работы. Тут дела, знаете, друзья, обстоят следующим образом, что длительность его работы напрямую зависит от его веса. А его вес напрямую зависит от цены. Суть в чем? Если бы этот аккумулятор для пылесоса был в три раза больше, он бы весил в три раза больше, он бы стоил дороже, но зато он бы работал намного дольше. То есть, длительность, она напрямую зависит от веса вашего аккумулятора. И поэтому тут нужно искать золотую середину. Или он у вас будет тяжелый пылесос, да? То есть, я могу сказать, допустим, по нашей газонокосилке, реально там аккумулятор, он раз в пять больше, чем этот. И он тяжелый. Вы знаете, вот есть фраза «быстро, качественно, недорого». Вот это как раз тот случай. То есть, не может быть три фактора одновременно в одном девайсе. Стоит выбирать какие-то два момента. Или компактность, допустим, и небольшое время работы. Или огромные габариты и вес, но тогда длительность работы будет более длительная. Или цена, допустим, и вес. То есть, я скажу по своему опыту следующее. Что если у вас квартира до 100 квадратных метров, или дом до 100 квадратных метров, то 40 минут на минимальном режиме, или 15, 17, 20 минут на среднем режиме, при условии, что вы убираете квартиру ежедневно, или раз в два дня, или раз в три дня, или раз в четыре дня, я думаю, что это с головой. Да, если вы убираете раз в месяц, то безусловно, для раз в месяц, для того количества грязи, пыли, которая накапливается у вас за месяц, вам не хватит пылесоса, который будет работать и два часа. По чуть-чуть, ежедневно, через день, через два, через три, по 15 минут, в принципе, хватает. И это как раз то время, когда человека не начинает выбешивать процесс уборки. Если это видео для вас стало полезным, если оно хоть как-то помогло вам выбрать, встать на путь правильного выбора аккумуляторного пылесоса, обязательно дайте обратную связь в виде пальца вверх, возможно, коммента, возможно, подписки. Потому что алгоритмы YouTube работают таким образом, что чем больше активность на канале, тем большая вероятность, что это видео увидят другие люди. С вами был Паша Клымек, до встречи в новых видеороликах. Всем пока.